Продолжает. Продолжает строится путепровод. Ну и сейчас постепенно посмотрим всю стройку, что делается, а что может быть не делается. Вот, например, строение так и не были снесены почему-то. Арматура лежит, сваи, соответственно, тоже не были устроены. Что-то пошло не так. То ли с собственником никак не могут договориться, то ли еще что-то. Ну, конструкция вот так и стоит на месте. Как это все будет происходить, непонятно. Нужна еще одна опора, она не готова. Но это на самом деле так по-нашему. Сначала начать, чтобы сделать, а потом устранять проблемы, которые нужно было устранить ранее. Здесь вот видно детали буровой, гидромотор. Куда делась сама буровая, непонятно. То ли ее увезли, то ли поставили куда-то, где ее не видно. Ну, в общем, что будет дальше, не ясно. Как будут делаться, как будут делаться эти два пролета. Грузовой поезд. Здесь видно то, что смонтировали каркасы, арматурные колонн. Скоро будут ставить опалубку. Это, по-моему, последние колонны. Но не считая тех, что должны быть на месте сараев. Здесь готовы уже ригели, подферменники. Вот эти вот прямоугольные бетонные опоры. Скоро уже дойдет до укладки балок над ЖД-путями. Крам перекладывает шпунт на той стороне. Вот такие короткие пролетные балки здесь лежат. Они будут укладываться уже в конце моста. Ну, или в начале, как удобно. Вот здесь они складированы. Количеством на один пролет как раз. Кран уложат эти балки и спустятся вниз. Там продолжат работать. Вот такие готовые подферменники. Стоит обратить внимание, что они разной высоты, чтобы обеспечить уклон проезжей части. Ну и здесь вот пролетные балки складированы тоже. Уберут леса, все вот эти конструкции. Потом будут массово укладывать балки. Здесь они уже уложены. И вот уже начинается, так называемый, берег, грунт. Сейчас основные работы вот здесь ведутся. Здесь тоже уже залили подферменники. Сняли опалубки с них. Рабочих нет, потому что сейчас обеденное время. Все ушли на обед. Есть мнение, что не нужно делать этот виадук. Но вот судя по этим фотографиям, он уже старый, довольно в печальном состоянии. Торчит арматуру по бокам. Да и вот эти опоры, я думаю, не рассчитаны. На современные нагрузки. Все это делалось 30 лет назад. Тогда еще не было ни тонаров, ни зерновозов. Такой массы. На этом все.